Ой, вот это вот тоже классно. Выбор стаканчиков, да? Посуда, да. Сейчас особенно пикники начинаются. Сделка-корзинка для еды. Она из картона. Какая интересная. Вот такие лодочки. Вот придумают, да, разные? Есть вот с крышкой. Открываются, закрываются. Вот это вот тоже, да? Вот это вот тоже интересненько. Это все большими наборами, да, оптом? Да. О, палочки. Смотри, вон, какие трубочки. Классные для коктейлей. Ну, вот какие-то 225 штук. Ну, они, возможно, прямые. Да, необычные, а эти просто интересные такие. Палочки, ты говоришь, да, вот эти вот? Ага. У них все из бумаги сделано, да? Тут для животных тоже много интересного. Вот такой вот ошейник классный. Ладненький. Раковички, чтобы чесать животных. Учёсывать. По переноскам. А это что такое? Ограничитель для двери в виде кошечек. Чтобы не закрывалась, что ли, дверь или чтобы он открыть не мог, да? Игрушечки различные. Смотри. Это что, как намордник? Угу. Чтоб вкусал. Это игрушка, игрушка, да. Учё, игрушки. Смотрите, здесь есть корма для кошек, для собачек. Всё начинается с таких маленьких порций и перерастает вот в такие мешки. Сухой корм для собак с говядиной, 20 килограмм, вот. Она за всю жизнь столько съест. Так, здесь есть отдел морепродуктов. Он чуть-чуть, видать, тут другая температура, какие-то дополнительные кондиционеры и холодильники стоят. Угу. Потому что сюда захочешь немного прохладно. Чуть холодно аж. Разная-разная рыба. Криви, криветки. Кальмары. Улитки даже продаются. Они уже фаршированные. Молочные продукты, кстати, сыр тоже хранится. Как бы территория отдельно огорождена вот такими вот, какой-то дверкой пластиковой. Вероника нашла пакеты. Специальные. Да, мы такие покупали. Они на 32 литра. Это для продуктов, которые замороженные. Чтобы они не текли, не размораживались. Не таяли, пока вы едете домой. Они плотные такие, уплотненные. Да, и вот так вот закрываются. И все, потому что так наберешь, машину положишь. Дома пока доедешь, уже может все потечь там, испортиться. А так вот, нет, 1400 такой пакет стоит. Вот так дверки открываются. И здесь тоже другая чуть температура. Тут прохладно, да? Есть такое? Пен столовый тоже вот их производится. Пен столовый стоит 391 тенге. То цены постоянно заканчиваются на 9. 229, 240, 169. Ну да. Ну такой он большой. Вот так вот выглядит. Все разделено. Картофель фри, там баранина. Сметана, сливки, сыр. Кстати, знаете что? Здесь можно найти соусы Heinz, которые в Макдональдсе подаются. Да, да. Да. Вот это вот майонез. Хайнз. Майонез Heinz. В такой упаковке прикольный. Да, здесь внутри соусы вот кетчуп, соусы. Еще 260 стоит. Вот японские какие-то это тофу, но я думаю, что это какой-то напиток, да? Напиток, наверное, какой-то. Может быть кисломолочный. А фуса может быть нет, хотя может быть этот кусочек тофу. Да. Находится в специальной же жидкости. Это все-таки сыр вот этот тофу. Это чесночный. Чесночный соус. Чесночный, да. А это киченец получается какой-нибудь? Это который, как его не называется? Соус чипотал какой-то. А это сейчас травов как-то так же называется. Чикокол Саус Вест. Прикольно, прикольно. Но тут я тебе скажу, берусь надолго, не задерживаешься, потому что прохладно прям. Смотри, пастурма. Простыть можно. Пастурма. Пойдем что-нибудь интересненькое еще глянем. Сыры, сыры. О, тут вот что интересное я нашел. Устал. О, штрудель яблочный. Смотри, какие классные. Донатсы это. И вот про ческей, которые я говорила. Да, все муски. Тоже большие вон пакеты разных овощей. Че ты тут такое видишь? Смотри, смотри, авокадо. Авокадо. Почищенный уже, замороженный, да? Представляете, килограмм. Сколько стоит? 2500 стоит. Нет, это смородина. А, смородина. Авокадо. Да, я такое не видела никогда. Манго тоже есть. Курник, ананас. Короче, очень много замороженных тут ягод. Да. Большие, кстати, вон такие прям шайбы сыров различных. А вон масса, смотри, какие-нибудь. Курт вон там есть. Видно, там молоко. Здесь разное молоко с добавками. Вот кокосовое молоко, альмон вон. О, кстати, это же растительные, которые... Молоко растительное, да? Короче, все, я пошел оттуда. Да, мне тоже холодно. Можно с этой стороны выйти. Яйца здесь на выходе. Оттуда было вообще холодно. Прям замерзли конкретно. Да. О, у меня эта корона все есть. Это что, базилик разный. О, это семена, смотри, видела? Что? Это вот такие семена. Слушай, это капец интересно, да? Да, вот базилик. Это турецкое, да, опять что-то? Красное, да, да, да. Ой, такое интересное. А, слушай, тут что-то еще есть, удобрение или что это? Да, видать, удобрение. Это турецкое, да? Вот тимьян. Как интересно. Тимьян, это же вот то, что мы в чай добавляем. Да. Тимьян или как его по-другому называют? Ага, чебрец. Тимьян это чебрец, да. Да, хорошо. О, я вот такое ему люблю. Орешки, которые в панировке. А ты, видишь, смотри, какой. Арахис в панировке. Ну вот это потому, что Метро вот этот чип. Да. Тут много различных... Тоже производства Метро. Метро, судей. Больших таких упаковок. Вот такое, сколько тут килограмм арахиса выжарено, стоит 4 тысячи. О, вот прикольный вот этот инжир. Свеженький такой. А его тоже, вот, смотри, интересно, да, салатные миксы? Угу. Ну, различные овощи, овощи, там вот это чистки, резки, все для овощей, кокосы, ананасы. Тут тоже перчики, редиски, луки, короче, все такое. Ну, стандартно. Морковки, все, да, стандартное. Картошка здесь, но только стоит лучше обсуждать. Картошка за килограмм 349, да. И вот тут, смотри, тоже микрозелень есть. Ну, это да, мы показывали, как в норме микрозелень, которую срываешь, кушаешь. Выращиваешь, да. Пойдем дальше? Пойдем. Вот они разные такие тоже смеси. И вот есть кэшью. Орехи, да? В больших объемах. Это вообще вот эти печеньки, рыбки. Там вон альмонт. Смесь соленая, видишь? О, ничего себе, да. А я такое никогда не видела. Вот цукаты, миндаль, клюква, финики. Грецкие орехи. Вот этот лесной грецкий. Груша сушеная. Видел когда-нибудь? Инжир вот такой классненький. Это что, яблоки? Яблоки сушеные. А мне вот это интересно. Смотрите, тут есть чия, матча, спирулина. Органический, что это? Мака тоже, не знаю. Вот это я не знаю, что такое. Бразильский орех. Правильное питание, в общем. Смотрите, что тут у нас. Тертый лесной орех. А, это мука, мука, извините. Пальмон, кино. Классно. Смотри, выбор кофе. Отсюда и до конца. Да, да, да. Это быстрое растворимое, да? Которое три в одном напиток. 16 грамм, один пакетик. 100 штук. Все, понятно. Еще вот здесь хотя бы показать. Смотрите, арахисовая паста. Она правильная, потому что вот это свое масло должно оставаться. Тоже вот здесь и шоколадное. Вот это экстракт ростового дерева. А это щелкобицы. Интересно. Джемы тоже продаются. Маленькие, маленькие, маленькие. Вниз спускаешься. Пятилитровки. И мед тоже, да? Ты про варенье говорила? Да, про джемы. Вот такое вот повидло. Такое вот мед. Русь, у них даже мед свой есть, да? Кто помнит вот такую жвачку? Ставьте лайк. Целые коробки. Классно. Разных вкусов, да? Да, 1600. Четыре вида. Такая-такая вот. Это что? Это яблочное. Яблочное какое-то. Это вот халва с хундуком. Такая, честно, прикольная. На вид, да? Интересная. Это вот с шоколадным, да, наверное? Да, это шоколадом. Это с белым, по-моему, соусом из белого холла. Шоколада, скорее всего. Вот такие тортики шоколадные в форме ромашки. Ну, халва. Я там еще заметила финик в шоколаде. Где? Вот смотрите, финики в шоколаде. Белый с кокосиком. Ассорти. Это молочный, черный. Есть большие упаковки. Также шкафут, шоколаде много. Пудинге? О, пудинге есть. А вот тоже, да, ты говоришь? Это все турецкое. Проход лукун, да. Интересный какой. С хундуком, да. Ой, фисташками. А это что такое? Это джемики, да? Варенье, да, джема, да. Синя, да? Да, мне кажется, раньше здесь, наверное, можно было попробовать что-нибудь из продукции самого метро. Чизкейк или кофе, может быть, какое-нибудь, да? Но сейчас что-то ничего не работает. Вот тут было, а тут кофе только было. И какие пироженки. А вот, кстати, есть отдел распродажи. Да. Вот здесь вот можно было сидеть, да? Кофе пить. На распродаже вот сироп имбирный. Тут 1249. Желешки, ну это есть, что-то из интересненького. А что не так? Корнерсы вот такие. С пледом в чем проблема? 3000. А, вот, с чашки же. Роза с чашки, ага. Это вот все сейчас на распродаже. Вот это, получается, для хлеба, но она без крышки, да? Да, да. А вот смотри, Юлия Гасоцкая, по-моему, чашки. А она вот отбитая. Я даже не знаю, сколько я отбила. И она отбитая. И она одна. Антисептики. Потом какая-то техника. Это что? А, нет, это бумага туалетная. Тут, кстати, вешиваешь сам, набираешь, сколько хочешь, и вот сюда вот вешиваешь. Разные конфетки есть. Вот смотри, есть Twix вот такой, соленая карамель. Кто пробовал, кому понравился, я чуть не помню, по-моему, не пробовал. Сникель с черным шоколадом. Да, вот такой какой-то это кламбир разный. Ну, такие вот альпидольды я не видела. Ну, может быть, продаются. Возьмем сейчас перекусить. Как он, интересно, рабочий? А, ты код не запомнил. 472. 472, всё. Так, взвешиваем. Вот так положил конфеты шоколадные. Следующий. Вот они, баунти. Всё, наклейка вышла, да? Да. А, вот 660 тенге обычно. Угу. Нормально. Вот эти, если у нас на конфетку, то есть, что-то сорти. Плюс ещё, смотрите, вот такие вот бананы в шоколаде. Интересно, да? Смотрите, какие большие оливки. Классные, да? Есть вот чёрные ещё тоже. Есть вот такие вот банки. И вот такие. Класс. Вот цены. И пицца-соус классный. Такой большой. Вот. Ну, это как томатная паста такая. Ну, это для пиццы, всё-таки, я думаю. А томатная паста вот рядом. Вот, да, это рядом. Это отдельно всё. 3000 она стоит. Ой, мы сюда пойдём. Соусы я обожала. Ну, здесь кое-что похожее, да? Ну-ка, дай-ка я вот это посмотрю. Смотри, это вот для удона. Мы наподобие такого покупали. Оливочное, да. 1000 где стоит. Вот таких сенсоев. Крияки. Ну, они возможны и в обычных магазинах есть, но всё равно. Короче, очень большой такой. И вон, чипсы нори есть. Чипсы нори? Ну, разные сои, майонезы, соус барбекю. Вот видишь, соус барбекю, цезарь для гамбургеров, карри. Вот ещё островов, которые я тебе говорю, есть. Все разные, да? Вот такие вот тоже, это что у нас? Горчица, смотри, большая. Кеечка огромная. Тоже такая. Кепочка огромная. Вот это вот мне очень тоже нравится, смотри. Вот. Это песто. Нет, это соус песто. Это другое. Это песто. А вот это вот протертые оливки. Это другое. Ну, это уксусы различные, масла получаются. Яблочный уксус. А это что? Приправы. Орегано, смотри. Вот так вот продаётся. А, вот, да? Это всё приправы. Да, вот итальянские какие-то травы. Горчичный порошок, зелень, укропа. Мелисунели, венхель. Короче, вот так целый такой тоже стеллаж. Гуляли, гуляли, и вот увидели здесь говяжий бульон вот такой. От Кнор. Уже готовый говяжий бульон. Он 5 тысяч, да, стоит? 5-300. Ага. Целые мешки кунжута, да? Кстати, сделаны в Казахстане. А ещё вот, смотри, тоже, я глаза подняла. Перец с лимонным ароматом. Прикольно. В сурпу, наверное, знаешь, очень классно добавлять. Наверное, да. Позвал мне говорит видео это. Что здесь интересно? Тут ты можешь выбрать корзину, оплатить её. И это, получается, она кому-то, ну, ты её как подаришь. Ну, малоимущим, наверное. Да, её потом отвезут тем людям, которые нуждаются. Вот здесь корзина за 963 и за 284. Вот эта большая, вот эта маленькая. Вот такая вот большая. Туда входит масло, растительное, чай, крупы, макароны, сахар. И маленькое масло, растительное, крупы, макароны, сахар. Подожди. Повесные, наверное, даже чайные, да? Да, да, да. Какие мне вот эти понравились? Такие милые. В Альдюэль. Масло различное тоже продаётся. Вот с базиликом, с трюфелем, с чили, с лимоном. Просто там вот эта вот тоже понравилась. Очень кунжитная, львиновая, грецкий орех. Какая виноградная косточка. Чёрный тмин, конопляная. Горчичная там есть. Есть вот такие, вот, 5 литров. 5 литров масла, смотри. С ручкой такой, удобненько очень. Надеюсь, она сейчас не откроется. Ну, не хотелось бы. По скидке, да? 24. Вот такие топинги нашли из белого шоколада и карамельный вот такой вот. А, смотрите, вот тут ещё много всяких. Сиропчики уже показывали. Блудный вкус. Время варки 60-90 минут. Такой пакет, 3 килограмма. Сколько стоит? Сиропчик. Тут много всего. Клиц. Очень сильно. «Блудный вкус. Выпомнили цены money. Я занимаюсь назад по сыру. Они работаютε просто находитеся кabi-лицureauомуссуууууууууууууууууууууууууууууууу. М 미цомнил заплатился найти по ступику из оке-уууууууууууууу. Смотрите. Видите, крышка защита от брызг. Когда вот миксером работаешь, прикрываешь, ничего не вылетает. Классненько. А вот это что за сковородки такие с кругами? Это делать либо порциональные яйца, либо оладушки. Но больше вот написано, что для оладьев. Оладьев, да. Такие маленькие. Ну, чтобы одинаковая форма была. Тарелочки тоже интересные. Вот такая вот интересненькая, мне понравилась. Вот это вот очень интересно. Такое я не видела. Классно, да? О, это заварник такой, да? Сюда свечку ставишь. Очень классно. А вот внутри тоже вот с такой кисточкой чайник. Заварник, выпаковочка. Детский набор. Вот это вот сейчас, конечно, всё модненько. А вот эти хорошо брать под подарки. Там три предмета, да? Ну да, детские наборы, посуды. Тарелка, салатник и кружка. Кстати, есть для девочек, для мальчиков и мультики разные. Даже есть попугай Кеша и чебурашки. Вот такие вот наборы. Видела лимонадницы у нас есть, но вот такой вот набор я ещё не видела. Это, знаете, вот такие вот кружки, туда вот вставляются трубочки. Ну, с краником, да? Вот здесь вот вместо под краник. И вот весь напиток, это общая банка. У нас дома такой есть, как Вероникова. Я говорю, что лимонадница у нас есть, а такого набора я ещё не видела. Кувшинов тоже много различных. И наборов посуды. Вот для фондю. 40 тысяч стоит вот такой вот набор. Там 28 предметов. Ого! Там варишь сыр, да? Да, туда сыр и расставлюсь, чтобы шоколад. И потом вот так. Здесь вот наборы, например, фруктов, кусочков. Вот, вот так вот это больше понятнее будет. Лисы электронные домашние такие. Какая они? Тостерницы разные. Мелкая техника для кухни. По домашней гриле я заметила, есть вот такое вот. И вот, смотрите, какой классненький тоже. Фритюр, смотри, какой интересный. Опс, есть вот такой вот маленький, а там ещё одна целая большая. А, большая, да? Прям отдельный фритюр 20 тысяч. А это что такое? Это пылесос? А, это тесто, да. Пасту делать. Кусок теста сюда не раскатываешь, и потом такая пластинка выходит. Обогреватель, да? Да, это такой обогреватель, он электронный, смотри. Можно температуру как бы повышать, понижать. Регулировать, да? Вентилятор есть, который выдув делают. Ага, стоит 25 тысяч. Вот эти вот интересные сумочки у меня тоже бабушка как-то искала, не могла в Караганде найти, а они вот, оказывается, тут придаются. Для дач, знаешь, дач, кому очень хорошо. Ну, ещё в магазины ходят. Фритюр, ой, она такая лёгкая. Кстати, вот тут вот, мне кажется, ручка очень удобная. Очень удобная. Она лёгкая, просто вот попробуй приподнять. Мягкая ручка. Вообще вот. Ну да, просто. Вот такие кармашки. Так, нормально. Колёса, да, неплохие? Отличная вообще. Такая стойкая. Устойчивая, да? Ну, это кармашки. Это вот эта модель, да, а есть вот такие вот. Это стоит 17 тысяч, а вот такие вот немного обученные. Мне кажется, в пайне колёс и вот этого железа, они дешевле. А это вообще 8400. Тоже лёгкая? Очень лёгкая вообще. Но это не такая устойчивая, да? Ну, вот я и говорю, что видно по той что-то более устойчивая. Мы увидели батуты. Как круто. С защитной сеткой он идёт. Вот, кстати, мы показывали качели, которые были... Которые неразборные для трёх человек. Да. И вот это её упаковка вот такая. Тут максимум можно 250 килограмм нагрузка. И её очень удобно для транспортировки. Вот. Она сложена вообще, да, просто? Ну, попроса брала. Все детали в коробке, да? Мы такую качелю заказывали родителям на дачу с Кустаная. И очень легко пришло она нам такая... Легко собирается. Легко собирается, очень удобно. И большой выбор здесь тоже рядом... Чемоданов. Чемоданчиков. Цены тоже зависят от размера. Классно, да? Можно, допустим, если берёшь детский, маленький, взял, а себе большой. Не такого же цвета, да? О, вот это край. Для шеи очень удобно. Приятные такие на ощупь. Подушка путешественника. Всё, Вероника готова для путешествий. Слушай, ну тебе идёт, я хочу сказать. Вот этот понравился, Чемоданчик? А как подушка, мягкая? Да, она пойдёт. Всё, смотри, надо конфеты ещё взять. Это взлётные, потому что бывает при взлёте и уши закладывают. Да, складываешь корзину, добрая. А, ты там её покупаешь и сюда складываешь, да? А вот помнишь? Очень, конечно, круто. Товар, который ты купил, ты можешь сложить в коробке. Если у тебя очень много разного товара, чтобы пакет не может не выдержать, да? Да. Ну и просто в коробках удобнее. Да, удобнее транспортировку делать, в машину складывать. Они бесплатные, кстати. Бесплатные же, да, они верюсь? Да. А вот ещё сбор помощи нуждающихся вещей. Это вещи можно, да, свои приносить сюда? А вот можешь пододвинуть, пожалуйста, что это? Это общественное объединение, добровольное общество инвалидов у них. Ой, слушай, ну это вообще, мне кажется, очень полезная информация. И вот люди приносят сюда свои вещи. И вот ещё, смотри, вот пять тенге с каждого пробанного пакета на благотворительность. И вот вещи. Приносят люди вещи свои, оставляют и потом уже их развозят. Но хочу заметить, что метро очень сильно занимается благотворительностью, да? Угу. Ну вот так вот. Такая вот у нас прогулка получилась. Вот такой классный обзор у нас получился. Чуть-чуть ветрено на улице. Погуляли, много чего интересного увидели, нашли. Поэтому всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам прогулка тоже понравилась. Всем хорошего настроения. И скоро мы снова с вами увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok